День Города Олимпиаду в Сочи посвятили, олимпиаде в Сочи делали, поэтому в этом году нету каких-то таких громких событий, пришли к Городу, что надо сделать море, не было у нас моря. Было интересно поработать над этой темой, разговор со скульпторами, что очень интересная тема, морские дали, морские просторы. Проблема возникла с архитектурой, потому что не так много морской архитектуры существует, поэтому исходили из сказочных вещей каких-то. Дворцы русалок строили. Всегда центральный комплекс, мы его строим без каких-то деревянных каркасов, он только изо льда. Эта горка сразу каркас делается, а потом укладывается льдом, либо горку мы обтягиваем каким-то баннером, потому что через лед каркас просвечивает, как бы мы не хотели, и это портит. Поэтому в некоторых местах мы баннером обтягиваем. Некоторые горки строятся изо льда, и туда уже в момент строительства ведется деревянная конструкция, как бы встраивается в лед непосредственно уже, там, где это нужно. Пять горок таких серьезного уровня. Для детей от 7 лет и старше, для экстремалов есть горочки. Конечно, есть горочки маленькие. По-моему, четыре горочки у нас для самых маленьких. Люди уже, скажем, пенсионного возраста тоже катаются, поэтому никого не пугает. 25 дней возили по 5 машин в день. Машина везет 11 кубов. 55 кубов в день на 25 дней. Маленький состав железнодорожный. Мы использовали маленькие блоки и большие блоки. Горки у нас практически трудно менять, по той причине, что рельефность самой площадки, и чтобы тормозить людей, приходится делать повороты достаточно серьезные, чтобы люди у нас не уехали в речку купаться. Конечно, сейчас морозы были 30 градусов, мы практически стояли. Лед лопается при попадании воды на него. Это единственный, как бы, клеящий материал, это вода. Скульпторы режут скульптуру, в принципе, это не мешает, а что касается города, мы льем там внизу ванны, так называемые, куда люди приезжают. Там еще, как бы, терпины. Там морозы, так скажем, ниже 25 градусов, мы стараемся городок уже не открывать. Потому что соприкосновение любой части тела, открытой, со льдом, это приводит обязательно к травме. Ну, самая комфортная температура, конечно, в районе 10 градусов, минус 10, потому что, если ближе к нулю, очень скользко становится на городке, мы не можем использовать песок, как, допустим, на тротуарах, потому что весь этот песок тут же с обуви приходит на горки, и горки перестают кататься. Пришли к выводу, что тематические городки интереснее, чем, допустим, чисто детские, потому что и взрослым интересно, и для детей обязательно находим вещи, которые им интересны.